Дорогие мои, всем привет! Как вы видите, я опять в ванной комнате. Не могу никак с ней распрощаться. И вы знаете, что сегодня в ванной комнате я буду не одна. И вы знаете, мы будем такое вытворять, что мы даже не представим. Всем привет! Мы будем вместе с Мариной. Если вы помните Марину, Марина это чудеснейший человек, с которым вместе ездили на фестиваль «Сказка». Да, по-моему, там больше 7 дней не показывала. А, нет, не попадала, наверное. Вот, это прекрасный водитель, человек. Мама, жена, подруга, Марина. Спасибо. И Марина пришла не с пустыми руками. Да, с грязным беличком сегодня. Малыша. Да, знаете почему? Потому что сегодня день экспериментов. Я вообще обожаю эксперименты. И сегодня, значит, задача следующая. Помните, я говорила про жалюзи, которые, ну, сломались, да, и как бы по ряду причин не буду покупать новые. Но, я посмотрела, что можно наклеить тюль. И мне дали тюль. Я вам покажу. Но я, правда, не знаю, она не чистая ХВ. Вот такая. На крахмал клеится на окна, и то есть тебя не видно. А там за окном просто живёт мой брат. Со своей девушкой. И как бы, когда мы ходим мыться, ну, как бы понятно, что у нас в окно видно, это не очень классно. Ты думаешь, что штука будет посвечивать или нет? Мне кажется, тело не будет видно, если приклеить. Тюль уже тюкрат мало. Да, думаю, он может попробовать. Это лучше, чем ничего. Вот, не знаю, будет держаться или не будет. Ещё будут эксперименты. Марина не знает, какой будет один из экспериментов. Я заинтриговала прям. Да, мы будем отбеливать. Будем выводить пятна. И будем чистить одну антиквариатную вещь, которую сейчас я покажу. Это ложка. Я даже не помню, какого года сейчас прочитаю. Она вообще... Сейчас мы вам близко покажем. Это генг. С инициалами. Я не понимаю, какие даже инициалы. А, и что-то ещё. На К похоже. Ногти после кофе у меня нарядные. И знаете, какой это год? Тысяча... Вот сейчас. 1839 год. 1839 год. И эта ложка так долго ждала своего часа. Это мне привёз её Дима ещё летом. Он откопал её у себя на участке. Обалдеть. Мы сейчас будем пробовать этим отбеливателем. Да. Шикарно. И сейчас мы вам покажем, чем будем отбеливать. Потому что я начитала с отзывов и... В общем, сейчас всё увидимся. Сейчас будем пробовать. Я обожаю эксперименты. Друзья, мы тут смеёмся вообще видеть эту палочку. Мы сняли видео и Марина подходит и говорит, Эта палочка у тебя всё время была здесь, на голове. Изюминка. Это мы примеряли... Венок. Венок на голову. Думали, что бы такое можно изобразить? Такой вот декор на голову, понимаете? И палочка у меня осталась. Но переснимать мы не будем. Поэтому вот простите. Вот таким чудесам. Сегодня с изюминками. Сегодня с изюминками. Хочу вам показать, что нам поможет в сегодняшнем эксперименте. Я вам рассказывала в предыдущем ролике, что на Велбрисе Озон, но также была чёрная пятница и было много-много всяких скидок. Я набрала всего, что только могла. И потом прочитала, сколько отзывов вот об этом отбеливателе. Бренд Фри – это кислородный отбеливатель, который... Но происходит реакция, мы насыпаем его, потом кипяток наливаем. Вы сейчас всё это увидите. И он настолько универсальный. Мне просто интересно, ну, это вообще возможно или нет такое. Я пока своими глазами не вижу, не поверю. Но отзывы просто, что он выводит все пятна. Он отбеливает, он чистит посуду, он даже пробивает туалет в засору. Ну, то есть, это настолько универсальная вещь. А есть моменты, которые нельзя им как бы чистить, да, я потом их озвучу. Но большинство вещей, он как бы с ними справляется. И ещё там что-то должно быть внутри. Сейчас мы откроем и посмотрим. Так. Здесь мерная ложечка. И внутри инструкция. Это очень хорошо. Сейчас мы посмотрим, что в инструкции. Так. Тут написано, при какой температуре. Так, для чего подходит. И написано, на какое количество воды, сколько ложек и сколько времени держать. Очень удобно. То есть, если мы вводим пятна один час, столько-то ложек. Ну, в общем-то, тут всё очень легко и понятно. Любой разберётся. И так. Тут написано вообще, что это такое. Но мы сильно вникать, я думаю, в это не будем. Мы лучше посмотрим на результат. Знаете, говорят, что читать. Надо своими глазами увидеть до и после. Я вот так считаю. И я решила, что мне интереснее всего. Почему я Марину попросила прийти? Потому что у меня нет просто сейчас вещей. Ну, я как бы особо не верила, что есть что-то, что может пятна выводить. Я пробовала однажды, но у меня не вышла дырка получилась на одежде. Эта штука не должна оставлять дырки, потому что она гипоаллергенная. Как бы без запаха, без хлора. Ну, как бы такая щадящая, да. Ни перчатки, ничего не нужны. Мы можем просто с этим порошком работать. Так. И что мы имеем? Так. Ну, я думаю, что я увижу, да. Она в целом, видите, как бы не сильно белая. Вы, наверное, долгое носили, да, Мариш? Вот. И здесь есть пятна. Вот мне именно интересно старые пятна и какие-то свежие. А именно вот со старыми как будет бороться. И мы сейчас все вот эти кофточки. Здесь, видите, пятна. На каких-то есть еще больше. Так. Это, наверное, маме известно. Я что-то взялась сама показывать. Вот. Вот отсюда. Вот. Красивые. Красивые. Вот. Вот это, мне кажется, самое показательное. Надо будет только цветные. Знаешь, как отдельно. Потому что, чтобы цвет сам не полинял, мы отдельно замочим белое. Отдельно замочим вот такое вот цветное. Это даже будет интересно. Вот так. Вот здесь вообще супер. Смотрите, как видно, что возле... Яблочко. Это яблочко, да? Яблочное пюре. Яблочное пюре. Яблоко не отмывается, не отстирывается. То есть, ты пробовала, да? Чем-то делать? Да. Я очень много разных. Какой классный футбол. Какой классный футбол. Да. Мне очень нравится. Видишь, тоже вот пятна. Смотрите, какая прелесть. Обожаю детские вещи. У меня нет детей. И когда вижу детские вещи, я думаю, господи, кто-то такой крохотный в них. Так. Ну, супер. И сейчас я вам покажу ложку вблизи. Вы знаете, если ложка вообще воскреснет, это будет чудо. Потому что я с содой даже не взялась ее отмывать. Мне кажется, это вообще нереально. Она даже, видите, аж какими-то бородавками покрылась на старости лет. И сейчас я вам покажу дату, чтобы вы прям увидели. Мне очень хочется, чтобы вы ее увидели своими глазами. Вот на нашей красавице. Вот вообще в идеале, если эти бородавки отвалились бы, это было бы так шикарно. Потому что, видите, она еще такая плоская. Где-то, знаете... Хорошо, мне кажется, какие-нибудь блинчики уже переворачивать они есть. Ну, то есть, где-то она так была прям запрессована, где ее откопали. Но, тем не менее, знаете, штука-то интересная. Я вообще люблю всякий антиквариат. И вот дату... А, вот! Все супер видно. Вот, видите, 1839 год. Может, у кого-то из вас такая старенькая тоже завалялась. Напишите. В общем, мне интересно, что с ней будет. Даже, наверное, интереснее, чем с вещами. Ну что, поехали. Нравится? Да, я бы походила вообще с этими пипикалками. Я тоже хочу. Не знаю. Тут камера-то включена. Нас подслушают, между прочим. Не смотрели, как мы тут собрали это дело. Только знаете, чего у нас? Это даже здорово. Вещи мы замачиваем на час. Ложку замачиваем на 20-30 минут. Как раз мы пораньше посмотрим, что с ней. Ложку замочим здесь. Одежду будем замачивать в тазиках. Мариш, поможешь мне? Да, конечно. Так. Вот такие вещи мы насыпем. Я пойду за кипятком. Нам нужна такая горячая вода достаточно. 90 градусов. А с каких больше цветных или белых? Да, я думаю, что... Смотри, мы это отдельно с белым. Это тоже белое. Это тоже белое. Вот это точно в цветное. И это в цветное. Ну да. Можно вот это в цветное. Так. Просто цветную... Так. Мы сначала кипятком разбавим сам, как бы, борошок. А потом мы добавим чуть холодника, водички, чтобы не полиняло. А вот эти... Какую вот эту мишку мы куда положим? Да ты можешь как в белую, так и в цветную. А вдруг мишка станет тоже светлым? Давай сюда. Цветное, да. Цветное. У нас белую почти не остаётся. И почему вообще мне всё это интересно? Меня видно, нет? Потому что в моём доме, помните, какая вода? Она такая вот, как оранжево-серая. У меня нет почти белых вещей. А я обожаю белые вещи. Так. Значит, мы сделаем побольше таз для цветных. Да. И поменьше для белых. Супер. Так. Тогда нужно насыпать по 2 ложки. 2 ложки сюда насыпаем мерные, 2 ложки сюда. Я иду за горячей водой. Окей? Всё. Так. Всё. Готово. 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 Ну что? Кладём? Готово. 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 Ну да. Да. Потому что там больше, наверное, этой пятерни. Да. Она просто горячая. Поэтому... Так. Отлично. Я пошла за горячей водой. Этот тазик у нас для цветных вещей, поэтому сейчас процесс пройдёт. Гранулы растворятся, кипение. Мы чуть-чуть добавим холодной водички. Кто помнит шипучку? А в твоём родственном же не было шипучки. Как-то не было. В пакетиках? Да. Прямо когда в рот кладёшь, потом лопается. Юби. А с котом Леопольдом ты не застала? Такие маленькие гранулы, они раскалываются во рту от слюней. Да? Застала? Да. Ну здорово растворяется всё, потому что, знаете, там было написано, что если очень сильно жёсткая вода, то могут гранулы до конца не растворяться. У нас, кстати, значит, нормальная нежёсткая вода на посёлке. Это радует. Супер. Потому что если сильно жёсткая, гранулы могут не до конца растворяться, надо лимонную кислоту добавлять. Но нам это вообще не надо, у нас всё супер. Я вообще считаю, что можно уже разбавить водичкой и положить вещи. У нас всё шикарно. Ну просто чуть-чуть, чтобы не было кипятка. Добавим. И положим вещи. Давайте, мои хорошие, поехали. Так. О, это хочу, чтобы они все были чистенькие. Мы так вот будем вниз класть воротничком, где у нас самые-самые пятнышки. Правильно? Вот так вот. О, надо было вот это самое первое вообще класть, да? Потому что самый класс. Самый класс. Самый класс. Прям. Здесь он постарался. Постарался на полную. Ну чего, Мишку кладём, да? Последнее. Так. Всё, это мы оставляем. Сейчас время засекаем на час. Потом достанем и положим в стиральную машинку. Ну, как на обычную стирку. Так, продолжаем. Мы с Мариной решили, что красный тазик не пойдёт, но пойдёт эта кастрюля. Потому что она заодно отбелится, и кастрюля, и ложка, и ложка идеально входит. А кастрюля уже не очищается. Вот мы сейчас посмотрим заодно, что будет. Ух, только про юбку я забыла замочить. Но это, я думаю, оставлю на следующий раз. Знаете, хочется объять необъятные. Всё сразу, а нечего. Надо сначала попробовать. Так, до одной, до двух мы чуть-чуть насыпем. На самом деле одной хватит, это я просто жадина. Так, где мой кипяток? Заливаем. Эту ложку, наверное, можно сразу положить. Хочу прям в бурлящую. Прям вот так. О, хлебота, красота. Что, попробуем шторы? Или не будем? Давай попробуем шторы. Ну, в смысле, туда наклеить. Время же есть пока. Да? Пойдём-ка мы кофейку сейчас заварим. И попробуем заняться окнами. И Соня разговаривает, и пузырики так красиво. Это так успокаивает, когда на них смотришь. Это дополнительная функция. Антистресс. Правда приятно смотреть. На самой воде уже почти не идёт процесс. А ложка, видите, как пенится? Здорово. Прям хоть не отходи. Мне так интересно наблюдать, что происходит. Видишь, Мариш? Прям сама ложка дымится. Да, на ней происходит процесс. Угу. На кастрюле так не происходит, а именно на ложке происходит. А сколько ей лет получается? Ты хорошо считаешь? Угу. Посчитали на калькуляторе. 183 года. Всю правду говорю. Калькулятор нам помог. Кстати, 183 года этой ложки. Кастрюля, кстати, тоже видно, как отбеливается. С вещами не так интересно здорово, что решили ложку попробовать. Класс. Пока я отошла, Марина тут, смотрю, уже ложку чистит. И, кстати, даже не прошло уже 20 минут, а уже так очищается. Ты серьёзно? Мы же только положили её недавно. Мы решили просто достать и посмотреть, есть ли бородавки на той стороне. И что, они тоже отходят? Ну, они тоже, они есть, но она, видишь, вот она грязь прям отходит. То есть, до этого ничего не отходило. Вот. Надо оставить, полежать сколько надо. Это же сколько, минут 10 прошло, а там написано полчаса. Ну, она значительно изменилась. Ну, посмотри, может бородавки не с первого раза. Но бородавки это потому, что что-то вообще такое вековое. А так, посмотри, то есть, это прям вот. Наверное, вот здесь, если потереть, уже и год, смотри, как здорово видно. Да всё видно. Ну, то есть, ну вот она грязь прям отходит. И герб видно, и всё видно. Вот, смотри, герб какой чистый стал. Красивый. Класс. Давай ещё подержим сколько надо, чтобы всё чистится. Полезу. Так. Напилися мы кофе. Видать у меня там Марин? Курица на сетку-то. Чуть-чуть, чуть-чуть видно, Марина показывает, боится говорить. Ну что, пускай люди думают, что я сама с собой разговариваю, а не с ней. Такая тишина там заказывает. Я говорю, Марин, как она? Нормально. Вот. Сейчас будем пробовать. Знаете, я не уверена, что она чуть приклеится. Мы сделали палубку на кофе. Теперь сделаем перерыв на то, чтобы это приклеить. Я развела крахмал. Всё по инструкции. Так, получается ложка с горкой столовой крахмала. Какая-то она странная. На пол-литра воды. Но Марина меня успокоила, да? Помочь? Сказала... Она, я эту штуку тяжёлую забыла отрезать. Ладно. Не-не, Марина меня успокоила, да, можно помочь. Давай наоборот приклеим. Вот это вверх. Точно. Говорит, если не будет держаться, принесу тебе какую-то волшебную плёнку на окно. Мне многие про неё писали в комментариях. Вкусочек крахмала не растворился. Но я не знаю, что это за плёнка и даже я не видела. Сейчас, если не приклеится, увижу. Вот она. Подожди-ка, подожди-ка. Надо было крахмал подцедить, чтобы он правильно замешался у меня. А, она, кстати, держится по чуть-чуть. Мне кажется, её можно растянуть. Я смотрела видео, как делают другие люди. Они говорят, минут 10 они вот так вот тут изображают, прежде чем она начинает нормально держаться. Ой, а мы же потом посмотрим с той стороны, видать что или нет. Да, Мариш? Да, я думаю, посмотрим. Мне очень интересно, пока нас двое. Слушайте, уже держатся. Ого. Сейчас мы всё это растянем. Интересненько. А как смотрится? Нормально? Красиво смотрится, кстати. Да? Да. Я крахмала от души, конечно же, пускай. Ну ладно, ты можешь как угодно приклеивать, переклеивать, даже эксперимент. Сейчас вечер экспериментов и общения. Так рада, что Марина у меня в гостях, потому что я так всё одна, да одна. Вот тут раз и живой человек. Радости вагон и маленькая тележка. Марина, приходи почаще. Да, с удовольствием. Радуй меня. Давай, давай, аккуратно. Так. Вот этот край только не понятно, как надо его растянуть. Так, ну ладно. Сейчас попробую. Ну интересненько, я была не уверена, что этот материал будет держаться. Он держится. Очень даже красиво держится. Прикольно получается. Да, очень. Только кривый узор, как будто на бок, да? Вот надо вот так чуть-чуть. Как будто вот он... Сам взор, как сказать. Не... Вот этот край, да? Чуть-чуть и вверх. Вверх просто, да. Всё. Всё. Да. Тебе больше ничего не надо. Ох, всё новое, новое. Многие из вас уже догадались. Я в комментариях их читаю. Что, ага, наверное, это будет крахмал. Все догадливые. Так, сейчас опустим пониже. Все молодцы. Все знают, что делать. Так. Я-то думала, она будет сползать, там, буду мучиться, страдать. Не? Всё отлично получается. Послушная, да, очень. Угу. Ну, вот как-то так. Сейчас будем вещи в машинку закидывать. Уже пора. Так. А, и ложку уже можно почистить, да? Посмотреть, как получилось. Марина вообще герой. Или герой муж с мамой. Не знаю кто. Кто с ребёнком. Молодец. Все молодцы. Пришла. Поддержали. Участвовать в эксперименте. Да, и молодцы, что все отпустили. Ну, вот. Теперь можно мыться спокойно. Вещи пока ещё не доставала, а с ложкой уже, в общем-то, так, как это всё подвинуть. Результат виден. Такая вот кастрюля. Такая ложка. Ну, вы знаете, ну, мне кажется, это максимальный результат. Учитывая, что ложке 180 лет. Вот эти штуки, ну, может быть, ну, как требует дополнительного замачивания, я думаю, вот эти бородавочки. А всё остальное, ну, то есть, видите, как она вообще заблестела, заиграла. Это как бы вот вообще без усилий и без всяких вот, ну, вы видели, Марина Пальци начала делать. Ну, кастрюля также как бы потом протёрлась как бы. Всё, я её помыла. И стала она вот такая вот. Ну, то есть, где-то, может быть, чуть-чуть осталось, но, мне кажется, лучше результата, чем вот этот, но уже от кастрюли, которой лет, даже не знаю, лет 15-20. Я думаю, что уже не добьёшься, настолько пережила. Ну, в общем, с посудой работает отлично, по мне, я считаю. Вот. Не надо тереть, это из плюсов. И, ну, результат налицо. Думаю, дай-ка их прежде, чем отжимать. Ну, так посмотрю, мне же интересно, вообще там пятна остались, нет. И вы знаете, вот эта вот была вещь, она такая самая-самая была загрязнённая, помните? Как бы сделать, чтобы вам было видно-то. Вот. Видите, насколько вообще разница. Я даже пятен особый не вижу. То есть, машинки постираю, она будет вообще как новенькая. А Маришка убежала к ребёнку у нас. И не может увидеть сейчас вот этого вместе со мной, увидит уже потом в эфире. Вот. Такие чудеса нынче происходят у нас. Всё. Сейчас всё это отожму, постираю и покажу вам уже сухенькие, чистенькие детские вещички. Знаете, приятно то, что, как бы, такой порошок, он достаточно, ну, недостаточно, я бы сказала, он щадящий. То есть, нет какого-то дискомфорта или, знаете, резкого такого запаха, там, что-то какая-то химия или что-то такое. Нет. Поэтому даже не переживаешь за детские вещи. Вообще, это так приятно, стирать детские вещи. Непривычно для меня. Поэтому это тоже, знаете, какая-то особая радость для меня в этом эксперименте, что в этих вещах будет ходить малыш. Ночь прошла, настало утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждёт. Сто процентов ждёт. Знаете, что? Что, действительно, пятен нет. Я в полнейшем в восторге. Я вам сейчас покажу все вещи. Я вот, честно сказать, даже сама не ожидала, что настолько. Сейчас я вам расскажу, почему. Так приятно детские вещи гладить. Вы бы знали. Вообще. В последнее время я гладила, когда был племянник, маленький брат. Когда был маленький, помню, мы с сестрой по очереди гладили, гладили. Скажите, ах, какие у неё пятна на гладильной доске. Надо чехол тоже в этой штуке постирать. Вот что я думаю. Не будет он как новенький. Что он даже, знаете, такой прям вот голубой стал. Какая-то желтизна, что ли, ушла. Манжетики беленькие такие. Я в восторге. Я считаю, что эксперимент удался. Однозначно. Сейчас прям думаю, даже с другой стороны переверну, поглажу. Вам тоже покажу, то скажите, что я вам не ту сторону показываю. Может пятна были на одной стороне. Я взяла так хлопс, перевернула. И на другую нет. Всё супер вообще. Ой, Маришка будет довольная. Тимофей, наверное, тоже был бы довольный. Если бы смог бы всё это оценить. Но ему пока не до этого. У него совсем другие дела. Всё, красота, лепота. Слушайте. Вот, мне кажется, я придумала себе одну из подработок. Удаляю пятна. Стираю, глажу вещи на дому. Я шучу. Переходим к следующему экспонату. Так. Знаете, действительно светленько. И мне так приятно. Потому что, знаете, всегда остаётся доля сомнения. А вдруг не сработает. А вдруг обман. Ну, потому что, знаете, сейчас рекламы-то много, а толку бывает мало. А тут всё, что получается, я прочитала. Всё, что посмотрела, всё действительно так. Смотрите, какая прелесть. Я не знаю, просто насколько освещение передаёт результат. Потому что от освещения очень многое зависит. Но я прям, знаете, наслаждаюсь этим процессом. Хорошо, дома сейчас потеплело. На улице потеплело и дома потеплело. За одну ноль всё быстренько высохло. Ну, всё. Можно утром вам показывать результат. Сейчас Марине позвоним. Обрадуем. Вещи выдадим. Красота. Всё, мои хорошие вещи, я нагладила. Всё уже показывать не стала. Потому что, мне кажется, смысла нет. Но понятно, что эти пятна все отлично вылились. Вы знаете, для меня это такая радость. Потому что всегда, когда экспериментируешь, думаешь, а вдруг не получится. Потому что сейчас очень много всяких разных предложений. И непонятно, чему верить, чему не верить. И почему я взяла, именно попросила у Марины вот эти вещи. Потому что, ну, если взять любую там какую-то свежую вещь, как бы, но достаточно новую, со свежим пятном, ну, её вообще много чем можно вывести. А Марина сказала, что вот это яблочное пюре, которое было, это именно из-за того, что там железо. Она говорит, их нельзя вывести ничем. Она пробовала какие-то тоже похожие штуки. И порошки, и пятновыводитель. Она говорит, ничем не выводилась. И поэтому я рискнула и взяла именно вот эти вещи. То есть со старыми яблочными вот этими пятнами. И для меня это просто наиболее показательно. Потому что, ну, другая вещь не будет так показательна. И эта штука, я считаю, на самом деле, действительно заслуживает внимания. И если у вас вода, допустим, как у меня такая серо-рыжая непонятная, да, либо пятна. Я на толстовку вообще, вот жалко, что такой штуки раньше не было. У меня есть любимая толстовка желтая, наверное, её видели. Сейчас такой рабочий вариант. Я в ней там на огороде что-то делаю. И там такой кармашек, значит, здесь на ней. Я такое пятно жирное посадила. Ну, помню, тогда были очень модные, знаете, такие карандаши, которым трёшь такой отбеливающий. И я этим карандашом натерла, всё оставила. Прихожу, там дырка, реальная дырка. Точно потому, что там какая-то непонятная химия. И бог знает, что там положили. А это штука гипоаллергенная. И даже, ну, за детские вещи не переживаешь. Плюс объём килограмм. Вам этого килограмма... Я даже принесла её, чтобы ещё раз показать. Ну, потому что она реально достойна внимания. То есть вот этого килограмма Вам настолько хватит. Запаха нет химии, нет гипоаллергенной. Ну, я не знаю, вот я вчера сыпала. Мне кажется, как будто я ничего не сыпала. Уже этот килограмм на месте. В общем, я считаю, что можно брать смело, не бояться. Тем более за такие деньги. Там сейчас скидка в два раза дешевле. И, мне кажется, вот этого килограмма. Ну, я не знаю. Я не пробовала вот эти вот такие штуки. Мне кажется, на год точно хватит, если не больше. Я вообще удивляюсь, что такая упаковка большая. Это не полкило, не 200, не 300 грамм. Килограмм. Вот так вот. Ссылку оставлю в описании. Поэтому, кому интересно, покупайте, отбеливайте, вводите пятна. Чистите всякую посуду. С туалетом одному экспериментировать точно на камеру не стоило. И за сорок нет. В общем, штука хорошая. Берите и не пожалеете. Спасибо, что были с нами, с нашими экспериментами. С нами. Я хотела Марине позвонить. Они, наверное, сейчас гуляют по времени. На улице солнце, такая погода, я бы сама погуляла бы. Сказать ей, что все получилось, что как-то, получается, начали вместе и даже не попрощались. Сейчас мы ей наберем. Не хочет разговаривать. Иначе точно она гуляет, где он бегает. Может быть, сейчас возьмет трубку. 21 век, никому не дозвонишься. Алло, алло. Марина, здравствуйте. Прачечная Татьяна Беспалова беспокоит. Второй звоночек. Уже вам трубку не берем. Пятна все очищены. Вещи постираны, поглажены. Можно забирать. Это прекрасно. Я очень рада, что все получилось. Очень жалко, что я не смогла дождаться финала. Но по рассказам все прошло просто чудесно. Я очень рада. Спасибо большое. Ты видишь видео. Я все сняла. Да. Но я со всеми прощалась. Сейчас позвоню по громкой связи и думаю, что ты на громкой связи. Я со всеми прощаюсь. Спасибо большое. Было очень классно принять участие. Спасибо, что все работает. Класс. Ура. Я была рада увидеться. До свидания. Пока, пока. Спасибо, милая. Целую. Блин, я переживаю. Не переживай. А вы гуляете? Нет? Да. Я может успею к вам присоединиться. Я говорю, что только вы меня берешь, значит гуляешь. Тоже хочу погулять. Там тепло. Ну, когда ветер прекращается, то нормально. Солнышко светит. Такая погода. Наверное, вас догоню. Вы же недавно вышли. Не знаешь, когда? Мы вообще здесь. Я не могу никуда уйти. Мы, блин, чтоб ты понимала. Прям на вокзале, когда сруливаешь. Едешь от платформы. Съезжаешь прямо. Но вы рядом с домом где-то, да? Да. На этой улице. Ну давай, мы сейчас к вам приду. Ты хочешь тоже воздухом подышать? Прям. Дома аж жарко. А может мы до тебя дойдем сейчас. Ура. А, вот давайте. Как раз и вещи заберете. Да, давай. Все. До встречи. Пока-пока. Давай. Пока-пока. Все, друзья. А я с вами прощаюсь и пойду гулять на улице. Такое солнце. Это просто. Не хочется выпускать ни одного лучика. А я вам дарю свои лучики, люблю, целую, обнимаю. И пусть все у вас будет красиво и без пятен на вещах и в жизни. Пока-пока.